Девушки отдыхают Мы импровизируем, мы не боимся никаких экспериментов, как и наши звезды, которые сегодня здесь появятся через несколько секунд. И сегодня весь вечер с вами будем мы, профессиональный меломан, рожденный в СССР, Михаил Гребенщиков. А также муза живого звука Алла Довлатова. Всю неделю мы, дорогие телезрители, голосовали за свои любимые песни. Активно, бодро и ярко. И мы, конечно же, уже знаем, какой будет пятая песня на пятом, но это знаю только я. Об этом не знаете ни вы, ни наши сегодняшние гости. Они об этом узнают вместе с вами только в конце нашей программы. А пока встречайте группа мультфильмов. Группа мультфильмов была создана в 1998 году. Треки из дебютного альбома сразу же попали в ротацию и стали хитами. Музыканты из группы мультфильмов объяснили это так. Дело в том, что мы искренние и мы очень четко расставляем все акценты. Все добры и где зло, где весело и где глупо. Ну, как в сказке или как в детских старых мультфильмах. Встречайте! Группа мультфильмов сегодня здесь у нас! Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такая она вот группа мультфильмов. Игорь, давай покопаемся в истории группы. Группа когда-то, может быть, это другая группа, называлась «Уши». Правда? Да, это еще до 1998 года было. Да. И что это был за коллектив? Какие песни исполнял? Студенческий коллектив, студенческий клубик был у нас. Там студенты приходили слушать, как поют другие студенты. Одну песенку из репертуара группы «Уши»? Невозможно. Это то время, которое я уже забыл давно. Рок-н-ролльный образ жизни стирает память, да? Да, вообще, кусками. И контузии, и сотрясение мозга, ничего не было у вашей группы. Действительно, я пытался недавно вспомнить какие-то... Там, одну-две строчки вроде как-то удается вспомнить, а потом... Я думаю, настало время послушать первый выстрел группы мультфильма в сегодняшней программе. Алла, что скажешь? Итак, первая песня на пятом «Залив». Блестящих ножнах, ножнах, ну что там? Весь в салжи вонзи мне под сердце свои аргументы. Таких отличных подруг, как ты, нужно беречь, чтоб на открытках оставалось. В рот крутое сердце, чтобы креслись поджинки здоровенных парней, Чтобы смывался пудалями, гонор и пабос. Я жду твой белый парус в заливе зимней. Я заряжу тебя, если ты не будешь моей. Ты скользишь со стран, скрующим ветром, по чужим морям. Бухта, квартира, заводских не потолешь. Ты заточенный, я хором. Разорвёт сердца, когда наполнит новый ветер твои паруса. И от влюблённых здоровенных парней запомнятся только тела их. Движения и запах ты покидаешь каждое утро. Залип от них зимней, я заряжу тебя, если ты не будешь моей. Залип от них зимней, я заряжу тебя, если ты не будешь. Залип от них зимней, я заряжу тебя, если ты не будешь моей. Отличная! Первая песня на пятом. Собственный хит группы мультфильма, который так и назывался «Залив». Средимся с вами очень скоро, а пока реклама на пятом канале. Были же всё-таки такие времена, когда, Егор, твоё творчество начиналось с гитары, где-то там в Скверике, на Невском. Ой, а я смотрю, лицо знакомое. В Переходе играли. Было дело? Было. Ну и как прибыль была, люди, деньги? Ну да, вот фокус в том, что когда один человек играет на скрипочке или на дудочке, то много кто проходит, там же поток, кидают монетки и получается много. А когда играет группа, а мы же там, типа, сознанием на три голоса там, всё с перкуссиями, собирается такое кольцо плотное людей, которое не пропускает желающих, там, заплатить деньги. Поэтому, как будто, поэтому мало получается. А нас интересует вопрос... Чем скучнее музыка, как бы, ну, чем интереснее, тем больше денег. Конечно же, нас интересует главный вопрос. Что пели в те времена? А, Битлз, Дорс? М-м-м, чуть-чуть, прям, Дорс оба сейчас, прям, Дорса хочется. Нет, Дорса не будет никакого, Василия. Не будет? А Битлз? Не знаю. Ну, чуть-чуть. Дорс, 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 Дорс. Вы меня остановите, когда надо. Ну, в общем-то, и всё. Всё? Верим, верим, было дело. Играли когда-то Битлз. Убедительно, да? Так нежно играли, что останавливать даже не хотелось. Это Мишка из зависти остановил. Да. У него даже Битлз в рэйте получается. А не то, что барбатоны и булки. Как у вас складываются взаимоотношения с фанатами? Как вот, есть фэн-клубы? Есть у нас Женька по этим делам. Наши гитаристы занимаются общением с фанатами. По связям с общественностью. У меня даже интернета дома нету. Дома нету интернета. А у него есть. Ага, знает, как пользоваться им. Ну и как фанаты, фанатки? Кого больше? Какие престарелые, молодые? Нет, молодые, молодые. Престарелых еще не накопили. Сейчас мы узнаем, насколько фанаты знают репертуар группы мультфильмы. Алла? У меня есть возможность сейчас кого-нибудь из ребят пригласить на мою маленькую сцену, для того, чтобы вы спели для мультфильмов их же собственный хит. Может кто-то что-то вспомнить? Ой, идет уже. Смотрите, еще действительно не престарелые. Как зовут тебя? Лена. Лена, что будем петь? Подари мне квартиру. Ой, молодцы, хорошая песня. Дайте мне ноту, первую ноту. Первую ноту дайте ей, пожалуйста. Низковата, наверное, будет. Первая нота. Дома. Для меня она ходит в спортивные залы. Ага. Покупает дорогие путевки, но мне так неловко, я такой небутевый. У меня нет красивых ботинок, я курю безобразный табак. Подари мне квартиру с видом на море. Теплое солнце, звуки прибоя, я не могу без тебя. Понятно. Сочи 2014, возвращайся. Спасибо. Спасибо. Это называется «Пустили мышку погреться». У меня нет красивых ботинок, подари мне квартиру. Молодцы. А мы переходим к следующему блоку нашей программы. Это три чужих песни. Домашнее задание. Песни никакого отношения не имеющие к коллективу. Три чужих песни. Да. И первую песню... Первую тереть будем какую? Выбрали из группы Франц Фердинанд. Правильно? Да, точно. Почему такой выбор? Почему это симпатия? Женька расскажет, он петь будет и говорит теперь. Нравилось когда-то, года два назад, наверное. Вот тогда же мы что-то вдруг припарились, а давайте сыграем. Вот и сыграли. А вы в такой стадии, ну, в форме находитесь, что можете еще воспринимать творчество других групп, питаться, вдохновляться? Ну да, мы выступали перед ними, когда они приезжали к нам с гастролями в манеже кадетского корпуса выступали. Мы играли перед ними. И после этого с ними еще там... Немаловажно факт. ...окисали. Я думаю, надо бы послушать эту песенку. Как думаешь, Алла? Алла всегда согласна с мужчинами. На зоне группы «Франц Фердинанд» происходит от имени австрийского эрцгерцога, которого убили, и это и послужило поводом с начала Первой мировой войны. Кстати, песня «The Duck of the Martini» вошла в дебютный альбом этого коллектива. Альбом создал ощущение концертной записи. Именно этого и добивались и музыканты, и продюсеры. Итак, вторая песня. На пятом «Франц Фердинанд» сегодня в интерпретации группы «Мультфильмы». «Мультфильм». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 а вот так вообще с кем дружить вот там например какая-нибудь группа звонит вашей группе говорит давайте сегодня вместе встретимся побеседуем там группа мультфильмы дружит с группой пропаганды например нет милый вот сенчиной например вас был такой замечательный творческий тандем она вас кстати очень хвали хвалила рекомендовала и такие ребята приятные интеллигентные хоть помните этот тандем что пельта даже премию дали за это но тогда пойти нам к ваша чих пожалуйста хоть чуть-чуть давай день рождения твое на праздник похож 3 ноября из гостей только я и да кучливый дождь в конечном день как вчера в жизни как обычно нет гармонии давайте вместе в музыке только гармонии в жизни как обычно нет гармонии давайте вместе в музыке только гармонии есть в музыке только гармонии есть слушай музыку и прощай замечательно замечательно Алла Довлатова надо брать коллектив не 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 я так только дирижирую а следующая песня называется Саша из репертуара группы кино почему такой выбор простой вопрос я не знаю почему ты все время своими вопросами просто в раз плохо меня застаешь не ну как то это произошло выбор то он как бы потому и выбор что просто как то это случайный выбор но это одна из любимых песен наверное просто с детства а в 2000 году был такой проект кинопробы и вы там тоже участвовали и пели какую-то песню да 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 вот это не любовь песня называлась я даже сегодня когда пришел сюда на передачу такой что-то такой раз так что-то такой нет это не та просто действительно не похоже по настроению даже немножко поэтому так честно я работал на радио там русское радио в Воронеж тогда и вот это кинопробы и вот почему-то прямо вот меня тырило вот в вашем исполнении вот эта песня именно спасибо вот того сборника прям вот почему-то и хочется поподробнее узнать что же это за песня Саша песня Саша очень любит книги с Сашем Сашеньком и Александром посвящается петербург мастер славы Клинка он глядит в свою ладонь он пришел издалека И прошел через огонь. Саша очень любит книги про героев и про месть. Саша хочет быть героем, он такой и есть. Сашу носит шляпу в шляпе с трусиное перо. Он хватает шпагой и цепляет прямо на бедро. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Он пришел издалека и прошел через огонь. Саша бьется на дуэль, охраняя свою честь. Шпагой и кольтом врага и предлагает ему сесть. Он гоняет негодяев хворостей, как коров. Саша раздает крестьянам негодяйское добро. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Он пришел издалека и прошел через огонь. Дамы без ума от Саши, Саша без ума от дам. В полночь Саша лезет к дамам, а уходит по утрам. Дамы из высоких окон бросают лепестки. Он болит за справедливость и шаги его легкие. Он поет под мандолиной красив, как Аполлон. В латыни Саша может говорить, как цитирован. Он не знает, что такое неприступная стена. Взглядом Сашина хоть убивает кабана. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Он пришел издалека и прошел через огонь. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Он пришел издалека и прошел через огонь. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а вот так вот по жизни часто приходится петь, а не свои песни? Что-нибудь, может, недопели? Что, может быть, еще хотелось бы спеть? Да, честно говоря, хотелось бы перейти уже к последнему блюду. Вопросов нет. Испытания близко. Итак, я действительно напомню, что у нас лежит на тарелочке. Это «Леголайз» с композицией «Рожденные в СССР». Это «Фифти Сент» с песней «Аус Технологи». И это группа «Серебро» с песней «Дыши». А какую вы, дорогие друзья, выбрали песню. Вы узнаете сразу после короткой рекламы на пятом канале. Итак, я поздравляю. В группе мультфильма сегодня выпадает честь исполнить композицию «Леголайз», «Рожденные в СССР». Вот такой выбор наших зрителей. «Леголайз», он же рэпер. Я не могу держать это в руках. Ну, у вас есть возможность просто пообщаться между собой. Прям сходу есть время. Прям вот не надо прям сходу прям. Вы услышите оригинал, а это ваше право распеть ее, прочитать рэпом, может быть, сделать ее в стиле хэви-метал. Как вам угодно. Главное – ваша версия. И текста здесь очень много. И мне кажется, достаточно будет куплета припев, потому что, ну, слишком огромный текст. Давайте послушаем эту песню, какая она в оригинале. Вот такая она, оригинальная группа мультфильма. Сегодня они были такие неожиданные. Но я хотела бы спросить у наших зрителей, фэнов и поклонников, что вам понравилось больше всего, ребят? Группа кино. Что-что? Группа кино. Но, естественно, мы находимся сейчас в питерской студии, поэтому вполне естественно, что кино – это, конечно, the best. А у вас кто мужчин? Кино. Кино группу понравилось. Кто-кто? Группа кино. Группа кино. Ну, с кино справится, конечно же, может любой рок-музыкант. По крайней мере, все на нем выросли. А посмотрим, как они сейчас справятся с группой Лига Лайс. Ну, и теперь ваша задача – что-нибудь как-нибудь это сделать по-своему, вот так вот придумать, чтобы зазвучало, запело. Басту. Что, уже поюли прям? Вы как-то репетируетесь? Скажите. Что я могу сказать? Группа в фильмы, я считаю, что это такое недразумение цивилизации. Почему? Потому что родились они где-нибудь в Голландии, например, или в Швейцарии, или в Шотландии, а родились вот здесь, в нашей стране, в СССР. Поэтому, наверное, как-то вот они здесь не по себе. Вот. А так очень много интеллекта видно. И желание похорять мировые пространства рока. Группа мультфильма «Респект». Группа мультфильма говорит о том, что они готовы сделать легалайз по-своему. И мы сейчас услышим премьеру «Алла». И на пятой песне на пятом сегодня импровизация в стиле группы мультфильма «Рождённые в СССР». И на пятом сегодня импровизация в стиле группы мультфильма «Рождённые в СССР». И на пятом сегодня импровизация в стиле группы мультфильма «Рождённые в СССР». И на пятом сегодня импровизация в стиле группы мультфильма «Рождённые в СССР». И на пятом сегодня импровизация в стиле группы мультфильма «Рождённые в СССР». И на пятом сегодня импровизация в стиле группы мультфильма «Рождённые в СССР». И на пятом сегодня импровизация в стиле группы мультфильма «Рождённые в СССР». И на пятом сегодня импровизация в стиле группы мультфильма «Рождённые в СССР». И на пятом сегодня импровизация в стиле группы мультфильма «Рождённые в СССР». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok